привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур сегодня мы в очередной раз отправимся в игру scp containment bridge это уже будет третий визит в эту игру дело в том что на днях вышло обновление в котором добавили новых монстров добавили новые комнаты то есть разнообразие окружения не вообще нравится подход разработчиков этой игры они создали игру конструктор то есть блочную такую конструкцию в котором можно время от времени добавлять какие-то частицы допустим те же новые комнаты и так ее постепенно расширять но тем не менее не судите строго это все равно игра еще пока елки-палки на уровне альфа теста поэтому багов разнообразных полно но тем не менее давайте начинать посмотрим не честно говоря хочется еще раз найти ту комнату машина какая-то там ну то есть помните она нам улучшала и вещи в итоге того до того до улучшали что нас убила батарейка так имя ну пусть будет допустим а как и так интро включено все посмотрели поехали сам больше проблем как обычно будет доставлять 173 я думаю потому что он основная угроза все-таки в этих лабораториях но и с другими хотелось бы ребята ну пожалуйста ну когда же вы уже текстуры то наложите вот на этого персонажа это же блин просто кстати говоря те кто говорили что а почему бы не моргать почти поочередно двумя глазами посмотрите у них один глаз закрыт они поочередно моргать не могут и я тоже потому что я такой же испытуемый так все и пошла матча по трубам а мы в свою очередь уходим отсюда с одной стороны все это мне хорошо знакомо но с другой я очень давно не играл в игру добавили двух новых монстров то есть а тут сейчас есть 173 этот вы его только что видели убивает пока вы на него не смотрите кроме него есть дед как его почему-то все называют человек который с помощью коррозии то есть все до чего он дотрагивается короче тлеет разлагается и тому подобное и добавили неубиваемого ящера про которую помните вам рассказывал что его хрен убьешь то есть он постоянно мутирует жжешь его постепенно становится невосприимчив к огню расстреливающему глаза он отращиваться и моментально новые причем за какой-нибудь алмазной защитой то есть но стандартный атаку вот неубиваемый монстр и кроме него добавили еще прыгуна я не помню под каким номером ухты мы сразу в офис попали но в итоге gps в общем этот прыгун вот кстати говоря тот которого называют дед почему-то то есть с цепи 106 прыгун он мало того что он очень подвижен и очень худой он кроме того умеет предугадывать то есть с помощью волн излучаемых мозгом человека он их ловит и в результате короче говоря понимает кто что будет делать за долю секунды до того как кто-нибудь что-нибудь сделает то есть идеальная просто такая вещь для предугадывания действий человека поэтому он идеально прячется он просто понимает куда посмотрит человек и в этом месте его соответственно уже нет что вкупе с его невероятной подвижностью просто офигеть чего он смертельно опасен ага так 173 тут вроде бы нет да ой как давно я тут не ой только не эта комната пожалуйста я ненавижу эти комнаты я в них погибаю как правило почему экран ничего не показывает а это мое единственное средство было работы так похоже не зарядить и как же мне проникать в это помещение если я не знаю если там кто или нет блин зачем мы выкинем тихо-тихо-тихо-тихо-тихо съел собака облезла я больше всего боюсь он неподвижно на такой собак такой собака жуткий еще сказали что он теперь умеет открывать двери ну то есть не вот такие вот не автоматически а так что нужно все время уху востро держать в блин ой опять пида с ним встретить опять же вот тут нет опять же слава богу так пока что пока что будет спокойно так у нас есть карточка второго уровня нас сюда пустят нет скорее всего не да да нужен высшего более высокий уровень доступа ладно тут похоже дедок проходил чё было какая жуть все таки это офигеть просто мне просто находится тут это страх страшно а это что такое новый баг новая фича так чё пишите да вы чё-то издеваетесь надо мной когда я проси спрашивал тебя когда я просил тебя карточку второго уровня ты не мог мне проскать нет какого уровня доктор виселисть зачеркнуть непонятно ой подожди не то так еще один навигатор знак вы карта первого уровня нам не нужна гроб этот гроб может вызывать повреждения то есть помехи в видео и фотографических камерах наблюдения в радиусе 50 метров может вызывать при приближении серьезные психические травмы и истерику большинства испытуемых понял этого гробика нужно бояться его мы кстати так и не встречали а он тут по моему сам начал был но я думаю если мы встретили мы погибли здесь насчет этого достаточно просто увидел умер это чё такое было так запомним у нас сзади еще развилка была в одну сторону так щитовая щитовой насколько я помню нужно открывать двери которые то есть удаленный доступ к дверям и тут все без изменений тут никого нет нет же никого да так давайте к углу вот сюда что-то мне как-то а то ссыкотно прямо говоря ой 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 так давай 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 главное питание вырубилось ну на аварийном пока живем так это пусть открыто будет не нужно вот этих нехороших звуков пожалуйста так ну вроде пока без изменений то есть никого не появляется в этих местах в офисах в щитовых зато после вот этого обновления какие-то странные проблемы с производительностью появились то есть игра почему-то временами теряет частоту кадров 3 раза подряд здесь у нас не было 173 ой ненавижу такие комнаты я вообще тут все комнаты ненавижу по идее вот на да что ж за звуки то такие по моему спереди 173 ну а я не знаю что за это комнаты подожди он же тут сморгнули не 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 полонку что-то взять можно раз нельзя то хрен ли мне тут делать вон сейчас стекло прошибет да не хочешь как хочешь вовремя свалил валим валим если он теперь дверь умеет открывать нужно побыстрее валить блин да сколько тут развилок я уже путаюсь что так громко то тихо он дверь открыл то открывайся табай табай да одни развилки чушь надо мной игра сегодня так издевается я не знаю куда идти опять развилка да что же вы да что же с вами происходит я уже запутался я не знаю я не смогу путь найти еще развилка игра прекрати ну что происходит кто-нибудь убейте меня это что такое это у нас глюки да или слишком яркое освещение еще развилка все я заблудился капитально уже ничего не хочу сказать но но по-моему это все несправедливо игра ты сбойнул или ты так троллишь меня просто по черного ты посмотри нужен ключ чтобы оперировать эту дверь мне какой дверью чем вообще развилка конечно развилка на удачно зашли ну ребята нет сюда я точно не пойду офигеть просто офигеть я был в похожем помещении что же прям хотите так меня заманить в эти комнаты но в этой вроде никого нет да да вот нет никого ладно я надеюсь прикол с развилками кончились ну конечно как же так понятно еще одна бесцельная комната бесцельно бесполезно то есть я честно говоря не знаю куда иду совершенно я заблудился так ладно по крайней мере куда-то пришли до что такое типа лампочки офигеть вот мне на развилке то повезло в этот раз это просто кому расскажешь не поверит в прошлый раз тут какой-то черный дым был но в прошлый раз меня этот дым не убил но здесь описание не убиваемого монстра этого самого ящера и сказали что его добавили в игру нет никого ну ладно допустим странно это все странно так ну и чё вышли мы с другой стороны да ничего одна дверь только надеюсь за ней нету пик у гробик это ты у нас туда похоже не 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 так проморгайся вроде пришел в себя вы заметили что когда я вот так вот держу камеру он сам автоматически поворачивается туда и зрение меркнет давай давай приходи в себя и знаете что я хочу я хочу посмотреть что будет если до конца досмотреть но сначала мы сходим вниз посмотрим что у нас внизу может а у нас что-то иное ребята я не знаю то ли мне посмотреть что будет около него то ли мне давайте вот тут посмотрим и все что ну ладно короче говоря вот такая вот небольшая была у нас пробежечка я честно говоря вообще практически никого не заметил кроме этих дебильных развилок которые просто в неожиданных количествах начали появляться но тем не менее отдаю должное игра офигительная блин но ее конечно еще пилить и пилить вернемся к ней через некоторое время когда выйдут новые обновления надеюсь мы тогда еще чего-нибудь тут увидим интересного с вами был артур всего хорошего пока 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 алтур всего хорошего пока а 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 Субтитры сделал DimaTorzok